Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава книги пророка Исаии. Я читаю свой собственный перевод для библейского портала экзегет. Девятая глава такая довольно ясная, простая, прям вот неожиданная для книги Исаии. И она продолжает тему седьмой и восьмой. Там идет речь о нашествии ассирийцев, которая довольно скоро состоится. И Девятая концентрируется на северном израильском царстве. Вообще-то она враждебна южному иудейскому, но при этом они близкие родственники. И это тоже часть Божьего народа, пусть и непокорная Богу. И вдруг Девятая, она такая вот двойственная, вроде и про бедствие, а скорее про что-то хорошее, что из этих бедствий получится. Оно часто так, не бывает худо без добра. Прошлое умолило земли Завулона и Неффалима. Это два небольших израильских племени, и они уже захвачены ассирийцами. То есть, грубо говоря, Завулона и Неффалима уже больше нет. Это вот самый север этого северного израильского царства. Но грядущее возвеличит приморский путь. Из-за Иордании, языческую Галилею, такие окраинные области. Конечно, тоже очень хорошо в христианском контексте прочитывается эта самая Галилея языческая. Народ, ходивший во тьме, увидел великий свет. Свет высиял для тех, кто в кромешном мраке жил. История мрака, она у нас была, образ мрака, он у нас был в предыдущей главе, в самом конце. Мы говорили о том, что этот мрак, он там, скорее всего, ну, некоторая тайна. Здесь-то мрак, это, скорее всего, язычество, которое отвращает от Бога. Ты умножишь народ и возвеличишь, и обрадуются они перед тобой, как радуются окончанию жатвы или разделу добычи. Ибо ермо с его шеи, и палку с его спины, и жезл его угнетателя ты сбросишь, как во дни победы над Медьяном. Медьян, Медьянитяне, одна из окрестных областей, народ, который то нападал на израильтян, то, наоборот, терпел от них нападение. И вот эти самые уже захваченные области, Завулон и Фалим, тем не менее, восторжествуют над захватчиками. «Всякий башмак, что в поход выступал, всякий плащ, что кровью обогрён, отдадут на сожжение огню в пищу». Ну, то есть, военные все эти, военная форма, условно говоря, будет сожжена, потому что она больше не нужна. «Ибо дитя для нас родилось, ибо сын нам дарован, и владычество на его ляжет плечи, и нарекут ему имя, чудный советник, могучий Бог, вечный Отец, мирный правитель». Удивительно, что это? Дитя, которое родилось, тот самый Иммануил, о котором говорилось в 7 главе, похоже. Может быть, это наследник царского престола в том историческом контексте, но мы говорили, что эти пророчества, они понимаются в двух контекстах. В изначальном историческом, что там произошло вот тогда, в 8 веке до н.э., и в каком-то дальнем, очень сложном, и как раз чудный советник, могучий Бог, вечный Отец. Это имена, которые больше подходят Богу или вот кому-то совершенно особенному. И в этом смысле это, конечно, мессианское пророчество, то есть пророчество о грядущем рождении некоего чудесного младенца. «Его владычество возрастать будет мирно, и не будет ему предела на престоле Давида и в его царстве, но утвердят его и поддержат правота и правда отныне и во веки». Вот еще почему это мессианское пророчество, то есть речь идет о восстановлении царства, о том, что все должно произойти каким-то совершенно особенным образом, и утвердиться то, что должно было бы быть изначально в израильском народе, но нарушено, разрушено, сломано по разным причинам. Вот что свершит воля Господа воинства. Слово посылает Господь на Иакова, достигает оно Израиля, чтобы знал весь народ и Ефрем и все обитатели Самарии. Это северное царство. Ефрем – одно из племен Самарии, его столица. Говорят они надменно, горделиво. «Оброшились кирпичи, отстроим из камня, рухнули смоковницы, заменим кедрами». Очевидно, идет речь про такое нашествие ассирийцев, которое уже опустошило страну, и они собираются восстановить ее. «Но Господь укрепит врагов Рицина, а может быть врагов Рицина, как врагов этого Рицина, либо указание на него, как на главного врага. А Рицина – это царь сирийского царства, не ассирийского, а сирийского, со столицы Юрдамаска. Здесь какие-то подробности, которых мы не очень понимаем, честно сказать, но в общем про то, что война далеко не закончена. «Но Господь укрепит врагов Рицина, недругов на него поднимет, сирийцы с востока, ферестимлены с запада, пожирают его разену в пасть, и притом не иссякает Божий гнев, еще занесена его рука. Но народ не повернется к бьющему, не обратится к Господу воинству». Вот это северное царство, вроде бы все только что было хорошо, а народ-то не обратился, и поэтому все опять плохо. «Отсечет Господь у Израиля голову и хвост, срубит пальму и тростник в один день, старцы и знать, вот голова, пророки и лжеучители, вот хвост, то есть первое и последнее. Пророки и лжеучители, то, что пророки тоже, видимо, ложные, то, что должно было бы быть на первом месте, а на самом деле на последнем. «Вожди народа сбивают его с пути, блуждают ведомые, так что юношам их не порадуется Господь. Сирот и вдов не пожалеют, все они предатели и злодеи, все уста говорят ложь, притом не иссякает Божий гнев, еще занесена его рука». Вот этот рефрен «Притом не иссякает Божий гнев, еще занесена его рука» он повторяется, но он повторяется не случайно. То есть вот Господь сохраняет свой гнев, потому что эти люди к Нему никак не обратятся. «Разгорелось злодейство, как пожар, пожирает колючки и терны, сжигает заросли лесные, дым поднимается столбом». Образ военного нашествия, но с другой стороны и гибели вот этой страны, этого народа, вот этого просто даже ландшафта, да, когда вот это все погибает. «Земля яростью Господа воинства ополена, стали люди топливом для огня, и брата своего никто не щадит, справа схватит, не наестся, слева проглотит, не насытится, собственную руку обгладывать станет. Моносей и Ефрем и Ефрем Моносей, оба они иудею». Ну вот такая братоубийственная война, когда два близкородственных племени, Моносей и Ефрем, враждуют друг с другом, и оба они еще иудеи враждуют. Притом не иссякает Божий гнев, и еще занесена его рука. И все это, соответственно, продолжается. Вот такое странное пророчество, вроде бы и хорошее, но на самом деле не очень. И получается, что вот эти страшные перемены, они в конечном счете должны обратиться к лучшему жизни Израиля, но слишком уж долго это будет и сложно. Вот радоваться и огорчаться этому пророчеству. В значительной степени, мне кажется, следующие главы, 10-е, 11-е, а будут 12-е, развивать эту тему. То есть, а что это означает, вот все эти бедствия, все эти нападения, и чем закончится дело? Ну, прочитаем их 10-е, 11-е, 12-е.